Богатеть в Бога Богатеть в Богах Все это еще имеет ввиду пищу Одежду и все остальное Что нам нужно для жизни на этой земле И мы говорили о том Что Бог со своей стороны Очень хочет благословлять нас Всем необходимым И вопрос в том, что требуется от нас Как нам искать Царство Божьего Как нам искать Его праведность Когда язычники ищут пищу Питье, одежду Они делают что-то вполне конкретное Они делают это постоянно И что же конкретно нужно делать нам Ученикам Ешуа Чтобы искать и находить Царство Божье и Божью праведность Ответы, хорошие ответы на мой взгляд На этот вопрос я нашел в книге Ричарда Фостера Книга называется Прославление дисциплины Она переведена на русский язык Она издана Как печатное издание Она также есть в интернете Я рекомендую вам почитать Фостер говорит, что Нам нужно прежде всего Занять некоторые внутренние позиции То есть начать смотреть на мир Определенным образом Для того, чтобы мы смогли поставить Поиск Царства Божьего Действительно на первое место И не быть язычниками Которые на первое место Ставят поиск материального И конечно же мы не можем останавливаться Исключительно на внутреннем Нам нужно будет После того, как мы заняли некие внутренние позиции Нам нужно будет внести какие-то коррективы Также и в наш образ жизни То есть в наши привычки И отношение к вещам Необходимое для того, чтобы Искать и находить Бога и его правильность Фостер называет простотой Что такое простота? Жить в простоте Это значит прежде всего Вот эти три внутренние вещи Первое из них Это смотреть на все Что я имею На все материальное, что я имею Как на дар от Бога А не как на мое собственное достижение То есть мы работаем, например Но при этом наша работа Когда мы смотрим на вещи правильным образом Мы видим, что наша работа Не является источником наших доходов А источником того, что нам нужно Является все-таки Бог Ну хорошо, можно сказать Но давайте не будем заниматься демагогией Мы работаем И мы получаем зарплату И вот зарплата это и есть Скажем, или доход фирмы Который у вас есть Если вы собственник какого-то бизнеса Вот источник моих доходов Да, совершенно верно Однако Про себя могу сказать Что я понимаю прекрасно Что работа, которая у меня есть Она есть у меня Только по благодати Божьей А также способности, которые я применяю На своей работе Здоровье, силы Все это тоже дал мне И продолжает давать Бог Каждый день Потому что Он поддерживает в нас И жизнь И дыхание И поэтому 20 числа каждого месяца Я благодарю не себя За Простите За тех, которые я получаю Я благодарю его Когда возникает искушение подумать Что это моя сила И крепость моей руки Как написано в Таре Приобрели мне Это Я вспоминаю Как дважды В течение моей жизни в Израиле Меня увольняли С работы Причем Первый раз это было Из-за сложного характера Хозяина фирмы Второй раз это было Из-за Мирового финансового кризиса В 2008 году То есть В обоих случаях Это было Из-за причин Из-за обстоятельств Которые абсолютно Были вне моей власти И Есть еще масса вещей В жизни Которые совершенно Мне не подчиняются И поэтому я прекрасно понимаю Что тот факт Что сегодня я Чем-то занят Не чем-то А чем-то полезным даже Как я надеюсь И за это что-то получаю Я понимаю Что это от него Что это не от меня И что я И завтра Также буду занят Чем-то хорошим И буду получать За это какое-то Вознаграждение материальное Это тоже Не моя заслуга Это заслуга Его Это его милость И его благодать Это первое Что то что есть у меня Это от него А не от меня Вторая позиция Внутреннее отношение К вещам Которой характеризуется Простота Это доверять Богу Сохранить То Что он Нам Уже Дал То есть Это значит Верить в то Что Бог Вполне способен Позаботиться О нашем Имуществе Что это значит Что мы доверяем ему Эту заботу Что мы оставляем Нашу Входную дверь Открытой Незапертой Или что мы Ключи от машины Оставляем в замке Зажигания Конечно же Нет Мы запираем И машину И квартиру Но при этом Мы понимаем Что сохранность Нашей машины А также Нашей квартиры Зависит Не от замков Она зависит От Бога В Псалме 126 Написано Если Господь Не охранит Города Напрасно Будутствует Страж И поэтому Хотя Как говорится В русской Поговорке Мы сами Не плашаем Но все таки В первую очередь Во всех этих Практических Житейских Материальных Вещах Мы надеемся На Бога Который Во первых Дал нам То что у нас есть А во вторых Мы верим Способен Это защитить И сохранить И конечно же Речь идет не только О нашем имуществе Речь идет также О нашей репутации О нашем положении О нашем месте работы И так далее И наконец Третья Внутренняя позиция О которой Ричард Фостер Говорит В своей книге Это Сделать Своё имущество Доступным Для Других Людей То есть Быть готовым делиться Тем Что Бог Дал нам Он говорит Что если мы Не делаем Этого То есть Оставляем себе Например Сто шекелей Которые Бог Дал мне Для того Чтобы я Передал их Кому-то другому Он говорит Что мы Фактически Обкрадываем Того человека Которому Эти деньги Предназначены Мы становимся Владельцами Краденого Это может быть Очень сильное Выражение Очень сильное Утверждение Но мне кажется Оно правильное По крайней мере В Танахе Мы Видим Что в книге Пророка Малахи Сам Господь Говорит Что вы Обкрадываете Меня Когда вы Не приносите В мой дом То что должно Там быть Когда вы Не приносите В храм Десятину Принадлежавшую В то время Левитам Оставляете Ее себе Он говорит Вы обкрадываете Меня И вот это Те три Внутренних Позиции Которые Мы Призваны Занять Для того Чтобы Быть способными Действительно В первую очередь Искать Господа И его царство Я бы к ним Добавил Еще одну Четвертую На мой взгляд Она является Логическим Продолжением Третьей Предыдущей Позиции Когда мы Готовы делиться И Она состоит в том Чтобы Себя Самого Считать Не Собственником Того что я имею А Управляющим В четырнадцатой Главе Евангелия от Луки Стихе Тридцать третьем Еще говорит Что мы Не можем Быть Его Учениками Не отрекшись От всего Что мы Имеем Сильные слова Но опять таки Что они означают На практике Для нас С вами В четвертой Главе Книги Деяний В стихе Тридцать втором В описании Жизни ранней Иерусалимской Общины Есть очень Интересные слова Никто Ничего Из имения Своего Не Называл Своим Нам совсем Не обязательно Следовать Примеру Этих верующих До конца То есть Жить коммунной Как они Хотя я знаю Что некоторых Верующих Сегодня В нашем Двадцать первом Веке Бог ведет Жить Именно так И они Послушаны Ему И у них Это получается Но в чем На мой взгляд Стоит Нам Сегодня В двадцать первом Веке Последовать Примеру Тех Ранних Верующих Которые Жили Две Тысячи Лет Тому Назад Это В этом Видении Себя Не Собственниками И Не Владельцами Даже Если С юридической Точки Зрения Мы Являемся Собственниками Какого-то Имущества А лишь Только Распорядителями Никто Ничего Из Распорядитель Или Управляющий Из Сорока Притч Которые Ешуа Рассказал Которые У нас Записаны В Евангелиях Четыре Из них Рассказаны О людях Которые Должны Были Дать Отчет Хозяину За Порученное Им Дело Или Имущество И многие Другие Его притчи Они Также Рассказаны О рабах Или Слугах Служащих Хозяину А в Отпоследских Посланиях Мы часто встречаем Такое слово Домостроитель Или Домостроительство Смысл которого Это управление Хозяйством То есть Ты управленец И поэтому Если мы хотим Искать Божьего царства И его праведности То нам важно Видеть Не только Имущество Которое Бог нам Дал Но нам Также важно Видеть Самих себя И иметь Правильное Отношение К этому Имуществу И к Богу Мы должны Понимать Что хозяином Того Что оказалось В нашем распоряжении Является Он А мы Его слуги Мы его управляющие Его домостроители Которые однажды Дадут ему Отчет За все Что мы получили За все дары Как материальные Так и духовные И соответственно Конечно же Он призывает нас Распоряжаться Этими дарами Вполне Определенным Образом И в своей книге Ричард Фостер Предлагает Не только Эти внутренние Позиции О которых Мы говорили Сейчас Но Также Конкретные Практические Шаги Которые Помогут Нам Быть Свободными Искать В первую Очередь Царство Божье Но Когда мы Говорим О них Очень важно Помнить Что То Что мы Скажем Сейчас То есть Эти Конкретные Практические Шаги Это Ни в коем Случа Не свод Заповедей Это Незаконический Список Потому Что Таким Образом Превращая Какие-то Хорошие Мысли Хорошие Идеи В Законические Правила Мы все Убьем В этом Не будет Абсолютно Никакой Жизни Поэтому Примите Это Как Мысли Идеи О которых Стоит Помолиться Первое Наши Покупки Давайте Спросим Себя Как мы Выбираем Вещи Которые Мы Покупаем Мы выбираем Их Исходя Из того Насколько Они Удобны Или За их Статус Какую Машину Вы покупаете Ту Которая Соответствует Нужным Вашей Семьи Или Ту Которая Произведет Впечатление Может быть Вам машина На самом деле Даже и не Нужна И Стоит Подумать О Велосипеде Это И в обращении Дешевле И Для здоровья Полезнее Когда Вы покупаете Дом Вы покупаете Чтобы Жить В этом Доме Или Чтобы Кто-то Позавидовал Вам Крамольная Мысль И Я говорю Оо всем Это С улыбкой Потому что Все эти вещи Перед нами И между нами И Господом И еще раз Это Незаконнические Правила Это Это 613 Заповедей Это Что-то О чем Мы можем С вами Подумать Для того Чтобы Господь Мог Коснуться Нашего Сердца И Говорить Нам О своей Воле Простите Если вы Покупаете Дом Для Себя И Своей Жены Он Должен Быть Обязательно Из Семи Комнат И не Меньше Как Насчет Одежды Мы Следим За Последним Писком И Визгом Моды Или Мы Просто Одеваемся В то Что нам Нравится То Что Хорошо Носится Хорошо Служит Нам Фостер Предлагает Вообще Не обращать Внимания На все Эти Писки И Визги И Просто Покупать То Что Тебе Нужно И То Что Соответствует Ситуации В которой Ты Находишься Он Говорит Так Поставьте Себе Цель Производить Впечатление На людей Не Одеждой И Не Вашим Имуществом А Своей Жизнью И мне Нравится Эта Мысль По-моему Она Совершенно Библейская Петр Пишет В своем Послании Совершенно О том же Только Там Он Касается Женских Причесок И Он Говорит Что Красота Должна Быть Прежде всего Не Внешняя А Внутренне Второе Что Говорит Нам Этот Автор Он Предлагает Порвать Совсем Простите Порвать Совсем Что Порабощает Нас То есть Вызывает Привыкание Или Зависимость Конечно У нас Есть Самые Реальные Потребности Совершенно Закономерные Легитимные Законные Потребности У каждого Человека Они Есть Но Их Нужно Отличать От Нездорового Явления От Зависимости От Чего Можно Стать Зависимым Например От Еды И Напитков Таких Чай Кофе Кока Кола Шоколад Которые В принципе В небольших Количествах Они Абсолютно Безвредны А Также Это Может Быть И Не Напитки Это Может Быть Телевизор Интернет Социальные Сети Компьютерные Игры Как Выявить Зависимость Если Говорить Практически Это Сделать Очень Просто Когда Вы Чувствуете Непреодолимое Влечение Тягу К чему-то Сопротивляться Которой Вы Просто Не В силах То Это Верный Признак Зависимости Когда Вам Просто Без Чего-то Очень Плохо Фостер Рассказывает В своей Книге О том Что Один Из Его Бывших Студентов Поделился Зависимость От Утренней Газеты Он Вышел Однажды Утром На крыльцо И не Обнаружил Газету С утра Перед Выходом Из дома Он понял А как Я пойду На учебу Когда Я еще Не почитал Газету Первая Мысль Которая Ему Пришла Это Залезть Перелезть Через Забор И залезть К соседу И украсть Газету Соседа И когда Он понял О чем Он думает Он осознал Что у него Самая Натуральная Зависимость Что он Сделал Он Снял Телефон Телефонную Трубку Позвонил В редакцию Газеты И отказался От подписки Конечно Порвать С зависимостью Это отдельная Большая Тема И сейчас Я не могу О ней Долго Говорить Но важно Помнить Две вещи Что во первых Здесь недостаточно Одной силы Воли Мы должны Хотеть этого Но Очень часто Как правило Одной силой Воли Порвать С зависимостью Невозможно Требуется Также Божья Благодать Божья Сила Это первое И второе Для того Чтобы освободиться Как правило Нужно Полностью Порвать С тем На что Мы Так сказать Подсели Третья Идея Пересмотреть Своё отношение К рекламе Которая Постоянно Убеждает Нас В том Что Нам просто Позарез Позарез Необходима Последняя Модель Чего бы то ни было Телефона Компьютера Планшета Стиральные машины Швейные машины Конечно же Последняя модель Швейные машины Умеет делать Такие швы Которых Ваша Не умеет делать Если мы До конца жизни Будем Пользоваться Холодильником Который у нас Сейчас Даже если он Не умеет Автоматически Делать Вот эти Кубики льда Которые Можно бросить В стакан Каким-то Напитком Я думаю Ничего страшного Реклама Чаще всего Это не двигатель Прогресса А это Способ Внушать нам Ложное Ощущение Потребности Четвертое Научиться Получать удовольствие От того Что нам Не принадлежит Что Что это значит Брать чужое И получать От этого удовольствие Нет Я не об этом говорю Ты можешь Пойти на пляж И прекрасно Там загорать И купаться При том Что этот пляж Не твой Собственный Есть богатые люди Которые покупают Огромные территории Земли Для того Чтобы там Чувствовать себя Хозяином И получать удовольствие От самого факта Что это его лес Как помните Чье это владение Маркиза Декарабаса Так вот Можно Совершенно Не владеть Не Не песчинкой На пляже Не 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 одним цветочком В лесу И при этом Прекрасно Загорать И получать удовольствие От этих цветов И это здорово Почему Потому что Это помогает нам Вспомнить Чья земля И кто Хозяин Всего И быть проще В своем отношении К этим всем Благословениям У Фостера Есть еще несколько Пунктов И я не буду Их все перечислять Вы можете взять Посмотреть его книгу Полистать Почитать Я упомяну Только еще два Во-первых Говорит он Избегайте всего Что отвлекает Вас От поиска Бога От поиска Бога Его царства Его правильности Жизнь состоит из многих вещей Это работа Семья Положение в обществе Это друзья Это наше здоровье Это наше хобби Отдых И многое другое И все эти вещи Неплохи А хороши Сами по себе И они появились В нашей жизни Как дар от Бога Однако Если мы не будем Осторожны То раньше Или позже Может появиться Искушение Сделать их Центром Нашей жизни То есть Они могут Занять Место Бога Как жить Чтобы этого Не случилось Нам для этого Понадобится И мудрость И мужество И сила Но самое главное Верить в то Что Господь Здесь И хочет дать нам Все то Что нам нужно Для такой Жизни В центре которой Стоит он И вторая вещь О которой Фостер говорит И о которой Мы поговорим Это даяние Но об этом Мы поговорим В следующем Фрагменте Нашей программы Кому давать Как давать Что давать Сколько давать Когда давать Оставайтесь с нами Это следующая тема Спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому